В гимназии номер два ученики пятых классов приняли участие в интеллектуальном состязании. Несмотря на юный возраст, учащиеся понимают, насколько важно уметь распоряжаться деньгами и знать свои права. Кагриане ответственно готовились, штудировали учебники и искали случаи из практики. Мы вспоминали разные случаи своей жизни. Например, в магазине рассчитывали свой бюджет. Учебники у вас какие-то по школьной программе. А из каких предметов правила? По финансовой грамотности, по математике. Своя игра по финансовой грамотности. Разработка учителей и учеников гимназии номер два. Основанная на популярной телепередаче. Правила достаточно просты. Ребята делятся на команды и отвечают на вопросы викторины, получая баллы за правильные ответы. Задействованы в состязании все. Ответы участники пишут на листочках. После их сдачи свои версии могут называть и болельщики. Поступает очень лихо. Телевизор залезает и товары предлагает. От компьютеров до хлама. Имя у нее? Правильный ответ? Болельщики. Тома. Молодцы. С 10 по 16 апреля такие мероприятия пройдут в учебных заведениях по всей стране. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности. В эту неделю школьники и студенты посещают музей Центрального банка. К ним в школу приходят специалисты банков, налоговой службы и других финансовых структур. Кроме того, школьники активно участвуют в интернет-активностях, которые предлагают организаторы. В онлайн-режиме традиционно проходит Олимпиада по финансовой безопасности. А также конкурсы от научно-исследовательского финансового института Москвы и другие мероприятия. Юлия Руднева, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.